Здравствуйте! В эфире новости. В студии Бейбет Мамлеев. Сурдоперевод осуществляет Даурен Абдрасилов. Сегодня в выпуске. Коротко о главном. На перспективу. В экономической зоне Хоргос Восточные Ворота в скором времени откроется новое предприятие. Сохранить дух единства. В Талдукургане рассмотрели меры борьбы с сепаратизмом. Вальс в подарок. Известный танцевальный коллектив готовит номер ко дню города. В специальной экономической зоне Хоргос Восточные Ворота реализуются 63 инвестиционных проекта, которые обеспечивают рабочие места для свыше 6,5 тысяч человек. Общая сумма финансовых вложений составляет 675,5 миллиардов тенге. На данный момент уже запущены 19 проектов, среди которых крупные предприятия по производству оборудования для сбора солнечной энергии. До конца года планируется начало работы компании «Стандарт Стил», специализирующейся на производстве железа для строительных нужд. Елеман Турсунканов расскажет подробнее. Товарищество «Стандарт Стил» – одно из ведущих предприятий в специальной экономической зоне. Строительство объекта стартовало в 2018 году и по плану должно полностью завершиться к концу текущего года. С последующим запуском в следующем. Инвестиции в проект составляют примерно 18 миллиардов тенге, а годовая производственная мощность достигает 100 тысяч тонн. По заявлению представителей компаний, они готовы охватить как внутренние, так и международные рынки. В настоящее время проводятся строительно-монтажные работы. Думаю, что предприятие сможет конкурировать с иностранными компаниями. В конечном итоге, когда отечественный продукт станет доступным, его себестоимость снизится. Поэтому можно ожидать, что цены будут конкурентоспособными на рынке. Когда строительные работы будут завершены, на предприятии будет трудиться 200 человек, говорят авторы проекта. Для размещения работников предусмотрены спальные места, включая общежитие, которое может разместить 100 человек. Площадь специальной экономической зоны составляет примерно 5000 гектаров. В настоящее время на 700 гектарах уже полностью развита инфраструктура. Зона распределена на три части – промышленную, логистическую и сухой порт. Строительство только одной АЭС недостаточно для Казахстана, чтобы войти в список передовых стран мира, считает Алди Артоктаров, председатель сообщества развития атомной промышленности. По его мнению, необходимо использовать все возможности, которые предоставляет атомная энергетика. Это очень важно для региона, для села Улькен, где в первую очередь планируется строительство АЭС. Оно поспособствует повышению социально-экономического уровня жизни сельчан, создаст новые рабочие места и привлечет значительные инвестиции в инфраструктуру, подчеркнул Алди Артоктаров. Он также отметил, что Казахстан обладает значительным потенциалом в атомной сфере, будучи одним из ведущих производителей и поставщиков урана на мировой рынок. Хорошо развитая атомная промышленность и научная база дают стране преимущество в развитии этой отрасли. Строительство АЭС – это реальный путь к вождению в число передовых стран, заключил Алди Артоктаров. Атомная промышленность в нашей стране достаточно развита, как и атомная наука. Одна вещь, которой у нас нет, это непосредственно атомная генерация. Если у нас есть шанс войти в число самых развитых стран, то атомная отрасль – это один из вариантов, в котором мы можем быть самыми успешными. Так как мы уже являемся одним из главных поставщиков урана для мирового рынка, мы также производим, уже наладили производство ядерного топлива у себя. И такого рода проекты, они позволят развить эту промышленность. Строительство АЭС способствует развитию экономики и повышению благосостояния народа. Такого мнения придерживается директор общественного объединения Центра краеведения ЖИЦО КАЖИТАНДАС. По его словам, объемы энергопотребления в нашей стране растут с каждым годом. Поэтому необходимы надежные и экологически чистые источники энергии. А развивать экономику без обильных запасов энергоносителей сложно. Открытие новых месторождений в стране и увеличение числа заводов увеличивает спрос на энергию. Таким образом, строительство атомной электростанции – это единственный способ выбраться из этой ситуации, уверен краевед. С развитием цивилизации растет потребность в источниках энергии. Поэтому нам необходимо внедрить передовые технологии, которые уже успешно применяются в развитых странах и соответствуют современным требованиям. Сейчас перед нашей страной стоит важный выбор – строить ли атомную электростанцию или отказаться от этой идеи. Существуют разные мнения по этому поводу. Но учитывая все обстоятельства, очевидно, что нам нужно двигаться в этом направлении. В Талнкургане прошло совещание по предупреждению проявлений сепаратизма. В мероприятии приняли участие специалисты-психологи, члены Ассамблеи народа Казахстана и студенты. Основной целью совещания стала профилактика разрозненности среди молодежи. Участники обсудили последствия сепаратистских действий, их угрозу для государственного устройства, национальной целостности и международной безопасности. Было отмечено, что сепаратизм оказывает негативное влияние на политическую, культурную, социальную и экономическую обстановку в стране. Участникам встречи напомнили о юридической ответственности за распространение дезинформации, а также активные действия граждан с целью отделения определенной территории. Организаторы мероприятия подчеркнули важность формирования у молодежи правильного понимания о недопустимости сепаратизма и подчеркнули, что борьба с ним находится под строгим контролем. Ассамблея народа Казахстана проводит информативные мероприятия, направленные на противодействие сепаратистской деятельности, которая все активнее распространяется в социальных сетях. Особое внимание уделяется молодежи, являющейся наиболее активной аудиторией онлайн-платформ. Цель таких мероприятий – воспитание у молодежи гражданской позиции, способной противостоять деструктивному влиянию. Ассамблея стремится формировать у молодежи критическое мышление, чтобы они могли самостоятельно анализировать информацию и высказывать свое мнение, становясь лидерами общественного мнения в позитивном ключе. В Аксусском районе прошла научно-познавательная конференция, посвященная 330-летию со дня рождения полководца Борюбай-Батыра. Организаторы этого мероприятия приурочили его к исторической дате, чтобы почтить память героя и вспомнить его заслуги перед народом Казахстана. Подробнее в материале следующего сюжета. Борюбай-Батыр Сарыола известный также как Бахадур-Батыр – историческая личность, прославившаяся своей храбростью и воинскими заслугами. Он родился на юго-востоке казахских земель и стал легендарным полководцем, защищавшим народ от врагов. Борюбай-Батыр командовал войсками своего рода и был известен подвигами в войнах против джунгарского ханства. Память о нем увековечена в истории Казахстана. В Туркестане на камне выгравировано его имя. Там же хранятся сундуки, которые он использовал при жизни. В Аксу у входа в город установлен памятник героя, представляющий собой бронзовую скульптуру высотой более пяти метров. Память о Борюбай-Батыре жива в сердцах людей. Многие свадьбы начинаются с посещения монумента великому полководцу. Внука Борюбай-Батыра зовут Хулша. Я являюсь его потомком. Сына Хулша звали Сыртан. Так вот, я правнук Сыртана. Он также был уважаемым в народе человеком. В научно-познавательной конференции, посвященной памяти героя-полководца, Борюбай-Батыра приняли участие представители интеллигенции района, а также его потомки. Главной целью этого мероприятия стала популяризация подвига Борюбай-Батыра среди молодого поколения. Участники отметили мужество героя, мудрость его воинской стратегии и важное место в истории казахского народа. Проведение этой конференции действительно знаковое событие. Впервые мероприятие в таком масштабе посвящается памяти Борюбай-Батыра. До этого времени его имя не было широко известно, хотя о борюбайском восстании знают многие. Сегодня на конференции изучаются исторические факты, связанные с жизнью и подвигами Батыра, что способствует возрождению исторического сознания. В Доме культуры имени Молыхбая Байсакулу в Аксусском районе прошла выставка под названием «Ельге Курган Борюбай-Батыр». В рамках данного мероприятия состоялась презентация книги журналиста Арасан Бая и Стенова под названием «Борюбай-Батыр», а также Алашаведа Ельдоса Токтор Бая с произведением «Матай Борюбай-Батыр». Аксусский народный театр представил историческую пьесу драматурга Айдына Рыспекулу «Борюбай», просмотр которой перенес зрителя в глубину исторических времен. Особенностью спектакля «Борюбай» стало живое музыкальное сопровождение. Хор и ансамбль народных инструментов Аксус-Азе создали атмосферу той эпохи и придали спектаклю особую эмоциональную глубину. В исторической постановке «Борюбай» приняли участие 60 человек. Артисты готовились к спектаклю около трёх месяцев. Их труд увенчался успехом. Премьера получилась яркой и захватывающей. «Каждый раз, когда я играю роль и вхожу в образ Борюбай-Батыра, я словно пропитываюсь его духом, вкладывая в эту роль всю свою душу. Это очень волнительно». В завершение праздника были организованы спортивные состязания, участниками которых стали местные жители. По традиции, все победители удостоились ценных призов. Агирим Купаева, Нурай Базархан, Ерлана Замбай, телерадиокомпания ЖТСУ. С премьеры постановки под названием «Куке» начал свой очередной 49-й театральный сезон «Толдокурганский драматический театр» имени Бекен Римовой. Стоит сказать, что представление подготовлено по заказу Департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по области ЖТСУ. На чём основан сценарий этой пьесы и кто исполнил главные роли, расскажет наш корреспондент. Спектакль «Куке» словно зеркало, отражающий пороки общества, среди которых самой острой социальной проблемой остаётся коррупция. Постановка с участием местных артистов заставила зрителей пережить неподдельные эмоции. В этом заслуга не только мастеров сцены, но и автора проекта – Сабита Абдыхалыкова. Стоит сказать, что спектакль поставлен в комедийном жанре в современной стилизации – молодым перспективным режиссёром Рамазаном Усеном. «Через эту постановку на антикоррупционную тему я хотел выразить множество мыслей. Так как этот спектакль вышел по заказу агентства по противодействию коррупции, то и сюжетная линия была построена вокруг этого антисоциального явления. По сути, в пьесе были отражены мысли и чаяния людей, которых они в жизни озвучить порой не могут». Этот спектакль призывает граждан не терять человеческое лицо и беречь простые духовные ценности. По сюжетной линии все действия разворачиваются вокруг персонажа по имени Докей Кукеулы. По задумке авторов пьесы, руководитель учреждения некий Сепек Лепекулы вместе со своими подчинёнными начинает процесс подготовки к похоронам 90-летнего Докея. И это при том, что тот ещё жив. По мнению зрителей, эта постановка обнажает такие человеческие пороки, как коррупция, лицемерие и ложь. А также лишний раз доказывает, что отдельные личности готовы поступиться моральными принципами ради собственных интересов и выгоды. Этот спектакль красноречиво показал весь вред от коррупции, от действий некоторых людей, для которых нет ничего святого, готовых пожертвовать честью ради наживы. Я думаю, что такие пьесы могут повлиять на сознание не только простых людей, но и государственных служащих, на повышение культуры их поведения. С момента открытия театрального сезона к премьеру первого спектакля посетило около 500 зрителей, большинство из которых – государственные служащие. Отметим, что в текущем году в Казахстане было выявлено 49 фактов системной коррупции, разоблачено 212 человек, замешанных в преступлениях. Этот показатель еще раз наглядно демонстрирует, что уровень коррупции в стране не уменьшается, говорят авторы проекта. Гульмира Тимиргалиева, Нурай Базархан, Абзал Нусип, телерадиокомпания ЖТСУ. 80 пар выступят в честь 80-летнего юбилея со дня обретения Талкурганом статуса города. Вальс, который исполнят как начинающие танцоры, так и опытные хореографы, станет одной из изюминок празднования Дня города. Сегодня танцевальные коллективы готовятся к предстоящему выступлению. В числе участников праздничного концерта и ансамбль с 35-летней историей «Тугантель». Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций коллектива. Такими яркими выступлениями жителей областного центра коллектив ансамбля «Тугантель» радует уже более 35 лет. Он был создан в далеком 1988 году на базе Татарского национального объединения и почти сразу получил звание «Народного». Сегодня в репертуаре ансамбля танцы разных народов, а также современные хореографические композиции. Вот уже больше 20 лет бессменным руководителем коллектива «Тугантель» является заслуженный хореограф Татьяна Кучерова. Она не только обучает молодое поколение азам танцевального искусства, но и в целом старается привить ребятам любовь и уважение к культуре и традициям народа. Перед тем, как создавать какой-то номер, мы обязательно расскажем о той национальности, что какие-то быты, какой-то культуры. Вот у нас танец шишу. Это праздничный танец. Бросаются эти конфеты, приветствия. Ну, такой вот именно национальный танец шишу. Стараемся обхватить больше национальности. У нас и казахский, и турецкий, и хорезы, и узбекский танец. Ну, конечно, акцент у нас идет на татарский танец. Народный танец – он основа всей хореографии, потому что без национального вот этого колорита мы как бы и не нация. Сегодня в составе коллектива около 50 человек. Это девочки в возрасте от 7 до 18 лет, многие из которых учатся в средней школе номер 16 города Талдыкурган, где и базируется ансамбль. Впрочем, проходят занятия танцевальной группы и в Доме культуры села Отсинай. Отрадно отметить, что даже после окончания школы юные танцовщицы не оставляют свое увлечение, а продолжают заниматься хореографией профессионально. В этот ансамбль мы пришли в маленьком возрасте. Занимаемся уже около 6 лет. Мне очень нравится этот ансамбль. Он мне уже как родной, так как занимаюсь с малых лет. Мы набрались опыта тут. Стали уже сильными танцорами и смогли поступить на гранд в колледж Канабек-Паситова. Я с детства занимаюсь танцами. Я очень люблю танцы. Я этим живу танцами. Все, что бы я ни делала, я занимаюсь танцами. Нигде бы ни было, я танцую. Я рада, что выбрала танцы. Из-за этого я поступила на гранд в колледж. В будущем я вижу себя педагогом-хореографом. Активно сотрудничает коллектив с Татарским культурным центром и в целом с Ассамблеей народа Казахстана. Потому принимает участие во многих значимых мероприятиях области. Впрочем, Тугантель известен далеко за пределами нашего региона. Копилки достижений творческого коллектива, победы на международных и республиканских конкурсах. Таких как «Танцуй всей душой», «Ак Когершин» и «Балдаурен». Выступал ансамбль и в Москве во время проведения Дней культуры Казахстана. Ежегодно коллектив принимает участие как минимум в четырех конкурсах. В ближайших планах выступление на празднике в честь 80-летия города Талдукурган и поездка в Дубай на международные соревнования. Надежда Белова, Женис Авдрешев, телерадиокомпания «ЖТСУ». Страны Западных Балкан встревожены массовой эмиграцией молодежи. Португалия просит помощи в борьбе с лесными пожарами. В Венгрии готовится к почти рекордным в кавычках наводнениям. Подборка зарубежных новостей в нашем следующем сюжете. Массовая эмиграция молодежи представляет собой одну из самых серьезных проблем для стран Западных Балкан. Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии. Молодые специалисты жалуются на коррупцию и отсутствие перспектив. По темпам и масштабам утечки мозгов в молодежной среде Западные Балканы являются одним из мировых лидеров. По прогнозам, в ближайшие десятилетия они могут потерять от четверти до половины своих квалифицированных и образованных молодых граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра «Немецкий фонд Маршала». Основными причинами эмиграции являются разочарование высоким уровнем коррупции и отсутствие возможностей для карьерного роста. Численность населения в этих странах стремительно уменьшается. За последние 30 лет Сербия потеряла 9% своих граждан. Северная Македония – 10%, Босния и Герцеговина – 24%, а Албания – 37%. Правительство Португалии обратилось к Евросоюзу с просьбой о помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. На данный момент по меньшей мере 9 крупных очагов возгорания остаются неконтролируемыми. Работа пожарных усложняется высокими температурами и сильным ветром. Власти страны сообщили, что более 100 муниципалитетов, включая густонаселенные районы, находятся в зоне чрезвычайного риска. Вся материковая часть Португалии была объявлена зоной бедствия. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе города Авейру, на севере страны, где погиб один пожарный, а несколько жилых домов уже сгорели. Механизм гражданской обороны Евросоюза обеспечит Португалии немедленное поступление пожарной техники, включая авиацию из других стран. Испания и Франция уже направили свои пожарные самолеты на помощь. Кроме того, Евросоюз предоставит Лиссабону спутниковые данные в реальном времени для мониторинга действующих и новых очагов пожаров. Подобный штормовой прилив в Венгрии не наблюдали более 10 лет. По данным Национального гидрологического управления, ожидается почти рекордный уровень воды. В настоящее время 12 тысяч солдат, пожарных и гражданских лиц занимаются возведением защитных сооружений на Дунае. В Будапеште пик прилива ожидается во второй половине недели. По прогнозам водного ведомства, уровень воды будет примерно на 40 сантиметров ниже рекорда, установленного в 2013 году. Наводнения также оказали влияние на политику. Премьер-министр Венгрии отменил все свои зарубежные поездки. Элеман Турсенканов по материалам интернет-ресурсов. На этом завершён очередной выпуск новостей. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!